Этому седовласому герою войны 94 года. Не так давно он оказался в интернате. Привез сюда сын, который иногда звонит. Реже приезжает. На лице Ильи Стришкова слезы. Он не любит говорить о семье. Больно. Неохотно Илья Иванович вспоминает и военные годы. В феврале 43-го его призвали на фронт. Снайпер и автоматчик воздушно-десантной бригады. Участник парада победы. Мне 19 лет исполнилось и полтора месяца я попал на фронт переправы Днепра. Я десантник. Наша задача была... КБ Токин, генерал-лейтенант, нам боевую задачу ставил. Наша задача занять пландарм, чтобы пехота беспрепятственно переправилась через Днепр. Анна Сергеева в те годы была медсестрой военного госпиталя. Юная девчонка. Она и сейчас сохранила ту детскую наивность. А тот день, который достался нашей стране дорогой ценой, она помнит, как сейчас. В этот день победы, когда объявили, я была на дежурстве. Когда Левитан объявил. Тысячу четыреста восемнадцать дней, которые длились в Великой Отечественной войне, победоносно завершена. И грянула музыка такая громкая, что, кажется, сотрясались все стены. Это через пятнадцать минут город проснулся. Буквально это было четыре утра. Улыбались, плакали сквозь слезы от радости, обнимались. Юбилейные медали сегодня нашли своих героев. Кто-то украсит ей свой парадный китель. А вот Демьян Каландач свои награды уже давно не коллекционирует. Дарит их молодому поколению. У меня их много было. Я их не вешал. Ну, зачем, думаю, в деревне жил, как-то другие хвастаются. Вот, я, герой там. Ну, я это... Первые давали, каждый год нам давали мне. Ну, я их отдавал пацанам. Для нас это очень важный праздник. У нас очень много ветеранов. Ветеранов труда, ветеранов войны. Тружеников тыла, вдов. Вот сегодня 26 медалей вручено нашим проживающим. Среди них один участник боевых действий, прошедший с 43 по 45 годы Великую Отечественную войну. Всего же в домах престарелых региона сегодня живет 144 ветерана. Они видели войну своими глазами, помнят победу. И спустя 75 лет продолжают принимать поздравления. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком.